приветик наше выживание продолжается и наступила зима да значит это повод задуматься о теплой одежде и единственный вариант это начать добывать паутину и хобот и слонов чтобы сделать очень теплую жилет мы знали где находятся крупные коконы пауков и отправили сюда их зачищать при помощи призрака конечно же без него было бы куда сложнее так как маленькие пауки бывают достаточно опасны на нашем пути их было несколько поэтому добыть паутины нам удалось достаточно много и нам хватило даже с запасом но все оказалось не так уж и гладко прыгучие пауки очень меня сильно надамажили поэтому я в очередной раз умер и моей любимой жене пришлось жертвовать своим здоровьем чтобы меня возродить уже какой раз ура меня возродили большое спасибо моей любимой жене теперь нужно собирать вещи и отправляться дальше в путь а вот и второй раз когда к нам прибежали гончие благо как не были готовы и призрак был уже в боевом состоянии пропускать на своем пути еду мы никак не могли она являлась для нас приоритетом в сборе ресурсов потому что кушать хотелось всегда нашему удивлению в округе было очень много пауков и это даже создавало проблемы ну вот наконец-то мы вернулись базе чтобы сложить некоторые вещи и как следует отогреться пережидая ночь на рассвете я решил заняться огородом да плоды были очень великолепные такие большие и так много что это не могло не радовать но были и сорняки так как я хотел чтобы урожая рос лучше я решил создать ведро с удобрениями и удобрить наши посевы в дальнейшем нашем путешествии мы нарвались на поляну где был очень много ульев с пчелами убийцами и с ними только успешно мог справляться призрак термальные камни периодически остывали и поэтому приходилось останавливаться чтобы их нагреть в один из дней нам удалось найти странный алтарь я впервые такое видел и как оказалось в дальнейшем это новое событие вышедшие с недавним обновлением театр я не понимал что в нем нужно делать разговоры были на английском но понимал я его не всегда очень хорошо поэтому мы просто посмотрели на то что происходит и отправились дальше но без клоунады не обошлось мне в голову сбрело ударить молотком рядом стоящий столик откуда вылезла рука и хватанула меня за жопу после чего она меня с одного удара убила я не выдержал этого и мы закончили игру